Привет, друзья! Сегодня я вам покажу, чем кормят туристов на улицах курортных городов Крыма и Анапы. На улицах Анапы можно встретить огромное количество различного фастфуда. Например, всевозможные хот-доги, картофель фри, наггетсы и куриные крылышки. Это хот-дог с королевскими креветками, как это было написано на витрине. Но, как мы видим, здесь креветки имеются, но они далеко не королевские. А также стоимость его, кстати, не маленькая, он стоит аж 159 рублей. Также вот здесь вот огурцы, свежие, как я вижу, но они выглядят, конечно, не очень хорошо. Они такие вот вяленькие. Видимо, их нарезали, и они долго-долго лежали. Сейчас попробую. Даже не смог понять, вот попробовал огурец, даже не смог понять, свежие это огурцы или это какие-то маринованные. Потому что вот этот вот соус сладкий, чили, как было написано, он на самом деле такой остренький. И вот я его, в общем, вкус почувствовал, и вкуса вот этого огурцов не понял. Но это вот помидоры черри. По-моему, они тоже свежие, но они такие тоже немножечко беловатенькие. В общем, по внешнему виду, посмотрите, если этот хот-дог. Ну, смотрится он средненько так. Он довольно-таки острый, потому что вот этот вот соус острый, даже ниже среднего, потому что огурцы выглядят просто отвратительно, креветки не королевские. В общем, сплошной обман, можно сказать, этот хот-дог. Не советую такой покупать. Это куриные крылышки. Стоимость их составляет 119 рублей, и здесь лежит всего лишь 3 штучки. Сейчас попробую. Ну, так, на внешний вид они неплохо. Выглядят такие мясистые, надо сказать. Мы здесь видим, что кукурузные хлопья у нас сверху находятся. Еще, возможно, что кукурузная или, может быть, пшеничная мука. В общем, сделана такая панировка. Ну, сейчас попробую, скажу, что на вкус они себя представляют. Панировка очень хрустящая. Панировка мне понравилась, вкусная. Но сами крылышки, они просто супер-мега острые. Вот, в общем, тот, кто любит острые, острые они ему понравятся. А тот, кто острые не ест, тому, конечно, я не советую такие крылышки покупать. Ну, и так, 119 рублей для трех крылышек. Мне кажется, что это дороговато. Ну, и по вкусу, скажем, вот в KFC, конечно же, будет повкуснее, чем вот здесь вот. Купил французский хот-дог. Стоимость его 119 рублей. Французский такой мини-багетик. И внутри вот у нас отверстие сделано. Туда добавлен соус. Ну, скорее всего, что это майонез, кетчуп. И вот такая сосиска. Сейчас я ее попробую вытащить, показать, что за сосиска. Вот так вот внутри все выглядит. Ну, и вот такая сосиска там, в общем, находится внутри. Внешне он выглядит неплохо. Но сейчас я его попробую и скажу вам, каков он на вкус. Ну, сосиска вообще невкусная такая. Очень сильно копченый вкус. Булочка, кстати, неплохая, хрустящая. Их еще я видел, что подзажаривают дополнительно. Поэтому вкус булочки нормальный. А сосиска мне совсем не понравилась. Ну, конечно, если очень сильно голодный, то можно будет и такую, в общем, штуку съесть. Но так, конечно, 119 рублей это дороговато. Потому что сосиска здесь вообще супер дешевая. Такая, наверное, рублей 10 в магазине стоит. Ну, максимум 15. Поэтому, конечно же, слишком дороговато для такой, в общем, невкусной фигни. Теперь давайте посмотрим, чем нас будут кормить в заведении под названием Гирос Кинг. В меню мы видим мороженое, коктейли, бургеры, сосиску в лаваше, крылья, стрипсы, шаурму, блины, сэндвичи и пиццу. Основным видом мяса почти во всех изделиях является курица, жареная на гриле. Процесс жарки на гриле выглядит вот таким образом. Затем повар берет огромный нож и нарезает мясо. В конечном итоге он его еще рубит на мелкие кусочки. Я решил заказать фирменный Гира за 160 рублей. Берется круглый лист лаваша. Сверху кладется маленькая, но толстенькая хлебная лепешка. Наносится майонезный соус. Кладется куриное мясо. Затем картошка фри. Помидоры. Маринованный лук. Еще соус. И все это заворачивается. Затем разогревается на гриле. Готовый Гира за 160 рублей выглядит вот таким образом. Если бы брать обычный Гира, а не фирменный, то всю начинку завернули бы в маленькую лепешку. Вот так бы он выглядел. И стоил бы на 10 рублей дешевле. Как видите, он такого довольно-таки огромного размера. Такая вот гигантская шаурма. И, допустим, если человек даже очень сильно голодный, я думаю, что он, если съест такую, в общем, здоровенную штуку, он как следует насытится. Ну, сейчас я его разрежу и покажу, что у него внутри. Ну, вообще говоря, вы, наверное, спросите, а чем же Гиру отличается от обычной шаурмы? Он отличается тем, что внутри у него еще находится картошка фри. Ну, и также данный Гира завернут не только в лаваш, но еще здесь вот дополнительно такая толстая хлебная лепешка имеется. Ну, и внутри находится довольно-таки много курицы. И вот это мясо, куриное, но довольно-таки вкусное. Все-таки нашлась такая еда, которая мне понравилась. В Анапе не все, в общем, так плохо, как я поначалу думал. Есть, в общем, тут и вкусная еда на улице. А теперь давайте отправимся в Крым, в город Керчь. В этом городе, поднявшись по метридатской лестнице на высокий холм, можно отчетливо увидеть недавно построенный Крымский мост. В Керчи я решил заглянуть в кафе под названием Чебурашка. В нем продаются всевозможные бургеры, шаурма, хот-доги, сырные палочки, мороженое, напитки и десерты. Итак, сейчас я нахожусь в Крыму, в городе Керчь. И зашел в заведение под названием Чебурашка и купил там черный бургер. Рыбный, рыбный чизбургер. Давайте глянем, как он выглядит. Вот так вот он смотрится. Здесь бургеры заворачивают в фольгу. И что мы здесь видим? Соус, рыбная котлетка какая-то. Ну, получается и все. То есть, кроме соуса... А, по-моему, тут или сыр, что ли, или что-то такое вот это вот еще. Был какой-то кусок сыра. Но он не стандартного размера. По сути дела и все, никаких овощей, ничего больше здесь нет. Стоимость такого черного чизбургера рыбного 120 рублей. Ну, сейчас его попробую и скажу, что же он представляет из себя на вкус. Надо сказать, что на вкус этот бургер довольно-таки неплохой. И я думал, внутри будет рыбная котлета, а оказалось цириковое рыбное филе. Не знаю точно, какая рыба, но рыба неплохая. Наверное, треская или что-то вот такого типа. Вообще говоря, по вкусу этот бургер мне понравился. Очень вкусный. И котлета, так как натуральная рыба здесь, а не какая-то котлета. Такая вот, где там фарш непонятного происхождения. Поэтому, в общем, ставлю плюс. Но минус за то, что нету зелени, ни помидоров, в общем. Никаких, в общем, овощей нету. Поэтому в этом плане минус. С овощами было бы вкуснее. Попить я решил заказать чай. Вот здесь даже чашка фирменная. Написано, кафе Чебурашка. Ну и давайте посмотрим, что туда положили. Пакетик с чаем. Ну а чай называется Гринфельд. Стоимость такого чая 40 рублей. Также еще 3 пакетика сахара я туда положил. Все размешал. Чай самый обыкновенный. Продолжение следует... А теперь давайте переместимся в город Алушта. Отличительной особенностью Алушты я бы назвал самую длинную набережную Крыма. Длина ее аж 7 километров. А раз набережная такая длинная, то, следовательно, и очень длинная пляжная зона. К примеру, так выглядит пляж на набережной Профессорского уголка. Здесь мы видим мелкую гальку. А море же, по крайней мере весной, чистое и прозрачное. Вода еще не особо теплая, но некоторые люди уже купаются. Прогуливаясь по набережной, я заглянул в чебуречную. Поначалу я подумал, что чебуреки готовят в форме различных животных. Но, как оказалось, это просто для красоты и привлечения клиентов. Этот чебурек я купил на набережной Алушты. Стоит он 70 рублей. И начинка у него из мяса говядины. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. Вот таким вот образом выглядит начинка. Ну, мы видим, что здесь, кроме мяса, еще очень много лука. Также еще присутствует зелень. Сейчас я его попробую. Ну, надо сказать, что чебурек очень вкусный. Но начинка, конечно, мяса тут не очень много. Очень много лука тут, зелени. Ну, зелени тоже не особо много. Очень много лука просто. Поэтому само тесто отличное. А начинка, конечно, слишком много лука. Он один и чувствуется во вкусе. Если посмотреть внутри, то начинки очень мало. В основном одно тесто. Ну, в общем, есть можно, но, конечно, хотелось бы, чтобы начинка была более мясная. Теперь давайте переместимся в Ялту. Ялта является курортной столицей Крыма. Из-за своего уникального климата, на побережье Большой Ялты было построено множество дворцов. Как для царей, так и для других знатных особ. Поэтому там есть на что посмотреть в плане экскурсий. Ну, а самой известной достопримечательностью Ялты является замок на краю скалы Ласточкино гнездо. Этот замок уже стал давно визитной карточкой не только Ялты, но и всего Крыма. Неподалеку от набережной Ялты есть небольшое заведение. Здесь можно купить шаурму, самсу, пиццу и хачапури. Купил в Ялте, недалеко от набережной, вот такое вот изделие под названием «Караимский». Никогда, в общем, раньше не пробовал. С виду это напоминает чебурек, а внутри мы видим начинку, там рубленая говядина и лук. Ну и надо сказать, что начинки довольно-таки много, и тесто оно такое тоненькое. Чем-то, в общем, напоминает чебурек, только что он не жареный, а запеченный. Ну и также напоминает самсу, только что тесто более тоненькое и начинки больше. Ну и на вкус такая ароматная начинка, мясо чувствуется, что с различными специями. В общем, по вкусу неплохо. Ну и раз Ялта очень популярный город, то и цены там выше, чем в других городах Крыма. Вот, к примеру, цены на фрукты в магазине Ялты. По сравнению с ценами в Вологодской области, где я живу, они выше примерно в два раза. Также в супермаркетах Ялты можно купить готовую еду, например, пирожки. Шел по улице Ялты, зашел в магазин и купил вот пирожок с мясом. Одна штука вышла 29 рублей 48 копеек. И еще котлету школьную в тесте. Одна штука вышла на 34 рубля. Давайте глянем, что находится внутри пирожка с мясом. И вот такое количество начинки мы видим внутри. Ну даже визуально заметно, что в этом мясе находится очень много перца. Ну сейчас я попробую. Ну на внешний вид и на вкус пирожок неплохой. Здесь действительно чувствуется мясо. Не какой-то там лук, допустим, один. То есть на самом деле мясо присутствует. По свежести не могу сказать, но вроде так неплохо. А так выглядит котлета в тесте. Тоже сделано неплохо. Котлета по размеру такая средненького размера, не супермаленькая. И вот даже вот мы так вот посмотрим в разломе, то котлеты здесь очень много. Начинки в общем очень много. Сейчас попробую. Надо сказать, что котлета на вкус неплохая. Ну конечно же она сделана не из целикого одного мяса. Здесь еще присутствует, мне как показалось, хлеб. Ну и различные специи. Также еще лучок чувствуется во вкусе. А так вообще говоря, по соотношению цена и качество, то очень даже неплохо. Так что в магазинах Ялты можно купить что-то перекусить и нормально покушать. Друзья, если вам понравился такой обзор, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.